Среди бывших свечей и вечерних ламит, Средь военных профеев и мирных гостролов, Жили книжные дети, не знавшие вид, Изнывая от мелких своих гостролов. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Современный мир полон множества различных электронных устройств, Заменяющих человеку книги. Но может ли исчезнуть книга? На мой взгляд, нет. Я очень люблю бывать в книжных магазинах. Многочисленные ряды новых красочных книг так и манят меня. Берешь книгу в руки и стараешься почувствовать, Что же она в себе хранит? Какие тайны готова доверить своему благодарному читателю? А вы помните запах новой книги? Что может сравниться с этим удивительным запахом Свежей типографской краски и новой бумаги? Каждое прикосновение к новой книге наполняет ожиданием и тайной, Которую мы разгадываем с каждой страницей. Делаем на полях заметки, подчеркиваем главные слова. Салтыков Щедрин сказал, Нет более просветляющего, очищающего душу чувства, Как то, которое ощущает человек При знакомстве с великим художественным произведением. Сегодня открывается наша книжная лавка. И я рада приветствовать вас, уважаемые слушатели. Мы будем с вами встречаться каждый месяц И узнавать о новых книгах, Которые готовы к встрече со своим читателем. Итак, новинки Международного издательского дома осознания. В июне месяце Международный издательский дом осознания Готовил к изданию первый том трилогии Игоря Николаевича Колпакчеева «Мир без границ». Книга 21 века. Игорь Николаевич – президент научно-технического центра «Взлет», Который занимается разработкой концепции технических решений Экологически чистого транспорта скоростного. Книга выйдет в июле. Это уникальное издание, требующее максимального ознакомления. Вышла в мир книга Евгения Андреевича Кузнецова «Духовный мир глазами энеолога». Евгений Андреевич работал в институтах на предприятиях химической и авиационной промышленности. С 2000 года занимается массовыми исследованиями в области практической энеологии, науки об энергоинформационном обмене в природе и обществе. Также Евгений Андреевич является автором уникальных целительных методик, целительных песен на стихи Есенина и Рубцова. Вышла в июне книга Энтони Саттона «Кто управляет Америкой?» Энтони Саттон работал в качестве научного сотрудника в Гуверовском институте подразделения Сэнфордского университета и ушел из жизни в 2002 году. Книга Эдуарда Ходеса «Откровения раввина и христианина». Хаббат не абы какая секта. Это те люди, которые держат под контролем глав правительств ведущих стран и встречаются с ними. Книга эта о Хаббате как о ведущей силе еврейской жизни. Член Союза писателей России, полковник запаса шахмагонов Николай Федорович литературной деятельностью начал заниматься еще в курсантские годы. Известен читателям по книгам «Светлейший князь Потемкин» и «Екатерина Великая в любви. Семье и государственной деятельности». Иоанн Грозный и Сталин «Государь, сраженные на посту», «Благословите любящих нас» и других интересных книгах об исторических фактах нашей державы. Книга «Золотой скальпель», которая вышла в июне в Международном издательском доме «Осознание» о военном хирурге Михаиле Филипповиче Гулякине. Первая книга о нем вышла в 1980 году. Итак, напомню, что это были новинки литературы Международного издательского дома «Осознание». Более близко вы сможете ознакомиться на портале осознания.су Новинки издательства «Концептуал». Июль. Никита Кричевский «Антискрепа». Когда и как возник конфликт между народом и властью в России? Почему недоверие людей к государству стало частью русского менталитета? По какой причине ни одна из предлагаемых сегодня духовных скреп не работает? Такие вопросы ставит автор. В этой книге впервые на исторических примерах прослеживается эволюция русского экономического характера и его подспудные национальные идеи, начиная с 17 века. Ярко показано влияние церковного раскола и деятельности старообрядцев на ход отечественной истории. Автор – известный российский экономист и публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Азбука Льва Николаевича Толстого. Составитель Трухачева. Эта замечательная книга составлена на основе трудов новой азбуки и азбуки Льва Николаевича Толстого. Азбука Толстого – не только уникальная методика обучения чтению, но и хранилище чистого, образного, выразительного и динамичного народного языка. И наши дети, живущие в 21 веке, должны быть причастны к русской классической литературе. Чудесно будет, если ребенок получит возможность учиться читать по высокохудожественной авторской книге. Действие романа выдающегося мастера русской прозы разворачивается параллельно в современной России и на Руси времен угасания Золотой Орды. Молодой кемеровский олигарх Глеб Балащук решает осуществить рейдерский захват здания Геологического музея в центре города. Это вызывает цепь детективных и мистических событий, разрушающих рамки привычных представлений о нашем мире. И становится понятно, что и в Кузбассе, и на территории Западной Сибири до сих пор проживает древний народ, обладающий сверхспособностями, мифическая, чуть белоглазая, ушедшая под землю. И чем окончится столкновение между древними разбойниками, современными циничными бизнесменами и подземным народом, знающим все тайны прошлого и настоящего, вы узнаете, прочитав эту книгу. Еще одна книга Сергея Алексеева «Невеста для варвара» – историко-приключенческий роман с элементами мистики. В России в начале XVIII века действует приближенный Петра, увлеченный тайнами эзотерики граф Яков Брюс. По поручению царя он пытается заполучить магическую книгу предсказаний, хранящуюся у северного народа югагиров. Захватывающий сюжет, любовная интрига, удивительная природа человеческой души, мудрость древнего эзотерического знания – в этой книге вы найдете все и для ума, и для сердца. Ольга Лишенко «Сказочная книжка» – это русские народные сказки в стихах. Очень трогательное переложение в поэтическую форму русских сказок – «Теремок», «Голобок», «Репка», «Маша и Медведь», «Кот Котофеевич» и другие сказки. Экономика инновационного развития «Управленческие основы экономической теории» – Величко Ефимов Зазнобин, авторы. В книге с позицией методологии «Достаточно общей теории управления ДОТУ сокращенно» рассмотрена проблематика государственного управления экономическим обеспечением общественного развития с учетом взаимодействия социально-экономической системы государства с биосферой и ноосферой планеты. Рассмотрена проблематика порождения обществом запросов на потребление продукции и природных влаг. Книга Георгия Сидорова в серии «Легенды ведической Руси» «Новый сборник легенд и сказок». Это необычные сказки. Здесь подобраны интересные сюжеты зарисовки из жизни простых и непростых людей, благодаря которым оживает мудрость. Читатель сам, страница за страницей, проживает эти истории далекой прекрасной жизни, которая предстает перед ним просто, живо, ярко и близко. Книга заставляет задуматься о том, как мы живем, а потом еще придумывать, как сделать нашу, ну или хотя бы свою жизнь лучше. Еще одна книга Сидорова, вышедшая в мае, в этом же издательстве «Завещание Никлота». Впервые в поэтической форме отражены героические события и жизни последних славян Северной и Центральной Европы. В книге ярко раскрыт полководческий и политический гений князя Абадритов Никлота. Его умение вселить в людей веру и боевой дух в самых безнадежных обстоятельствах. В художественных образах показаны оккультные техники волхвов, белых магов, хранителей духовности русов, а также техники оккультной борьбы черных магов. ВП СССР. Сад растет. ВП СССР. Внутренний предиктор СССР. Группа авторов, которые заявляют о себе следующее. Мы занимаемся самообразованием и просветительской работой, способствуя самообразованию других. Пыжиков. Славянский разлом. Украинско-польское игорь в России. Автор формулирует оригинальную точку зрения на историю России сквозь призму мощного многовекового влияния Украины на политику российской, придворной, знати и царской власти. Задача данной книги – вытащить украинско-польские нити, которыми прошита наша история с Киевской Руси и до Брежнева. Речь идет не о стечении обстоятельств, а о сознательной перекройке нашего прошлого в угоду украинско-польскому элементу, разбавленному различными европейцами. В серии других народов сказок вышла новая книга «Принц в медвежье шпуре». Французская сказка. Эта сказка не только для детей, но и для взрослых. Она дает пищу для размышлений о том, какая же она настоящая любовь, и что такое истинная красота, что значит судьба и что она дает человеку, всегда ли она справедлива. Лишь истинная любовь помогает человеку преодолевать трудности в жизни, да еще и незримые небесные помощники, которые иногда показываются людям только в трудную минуту. Феи, мудрые, добрые посланницы судьбы всегда все знают наперед, и поэтому направляют героев, подсказывая им правильное решение, и спасают. Лев Клыков «Человек в мире любви». Это книга необычного жанра, откровения. На ее страницах открываются тайны, неизменно волнующие человечество. Почему жизнь так коротка? За что одному дается все, а другому почти ничего? Откуда берутся в болезни? Почему в мире так много зла? Проблема добра и зла на земле может быть решена без помощи извне, ведь каждый человек волшебник, хоть и не знающий об этом. Такую книгу можно и нужно перечитывать по мере работы над собой. Она подскажет, как спастись, как построить здоровое общество и как стать сознательным творцом своей новой жизни. Еще одна книга Леонид Лишенко «Прими собрание пестрых глаз». Россия в эпоху перемен. Сборник исторических очерков, посвященных проблемам российской монархии. Статьи о российской монархии. Также статьи на оброске к портретам русских общественных исторических деятелей XIX века. Карамзина, Пестеля, Давыдова, Уварова, художников Брюлова, Коровина, Крабского, актера Щепкина, драматурга Островского, мецената Мамонтова, Дягилева, Гелировского и других. Леонид Михайлович Лишенко, автор книги «Кандидат исторических наук», профессор кафедры истории России МПГУ. Вот с этими новыми книгами издательства «Концептуал» более подробно можно познакомиться на ютубе «Концептуал ТВ». Новинки издательства «Белые альвы». Июнь. Бо-ярый. Суть времени и синхронизма. Хронокинез на сегодняшний день является чуть ли не запретной темой для исследования. Вашему вниманию представлена небольшая, но проработанная до самых оснований книга «Свиток», которая познакомит с некоторыми особенностями хронокинеза. Задача этой книги – подвести читателя к резонансу, настроить на него, из чего неизбежно последует череда необычных, порой странных и удивительных совпадений, связанных между собой скрытым смыслом. Здесь представлены факты последних достижений из мира науки, квантовой физики, квантовой психологии, волновой генетики. Структура «Свитка» выполнена таким образом, чтобы вы могли плавно подойти к финальному разбору практик с багажом необходимых знаний и вступить в последнюю схватку за свое бессмертие. Представлен отрывок из книги «Суть времени и синхронизма» «Странствие первое». Ван – странник. Можно охарактеризовать как странствующий монах, но не все так просто, как в современной религии. Именем Ван наделялись духовные лица общества белой расы, приближенные к Гардару и Аргаиму. Ван – это личность, наделенная силой духа и воли, добровольно избравшая путь странника по тем неизведанным территориям, на котором в дальнейшем предстояло обосноваться новым племенам славяна-арьев. При этом Ван становился главным духовником нового родового образования. Такая высокодуховная личность отправлялась в новый мир в качестве странствующего Вана, чтобы обрести знания из самой жизни, став ведьманом. Вана – это слово, сказанное в отношении странника, либо хвалебное, либо указывающее на его недостатки. На полотно Вана наносились чарамутные знаки, не подлежащие дешифровке. Само полотно скручивалось на скалку и укладывалось в кожаный чехол для удобства и сохранности. Свиток Вана нес в себе информацию пройденного жизненного пути не только наставника, но и его учителя, передаваясь как эстафетная палочка от ведьмана к Вану. После прибытия в родной Аргаим Ван отдавал хранителям Кущей свиток Вану, которые зачитывали ему записанный на его путеводителе текст, после чего он получал посвящение. В дальнейшем каждая Вана хранилась в храме знаний Кущи в качестве скрижали образцов. На санскрите Ваня – голос, как сказанное в чей-то адрес слова. Отсюда понятие «отдай» – отдать свой голос, высказаться в пользу кого-то. Следующая книга – записки о самоназвании русского народа и о национальности казаков. В книге присутствует дискуссия с идеологами евразийства, но не более как фон для освещения истории Руси и казаков – одного из самобытных сословий русского народа. Исследователю интересен русский народ, его история, традиции, язык. И через внимательное рассмотрение традиционной культуры автор выводит на исследование и открытие таких когда-то ясных народных понятий, однако запутанных политиками, как Рос, Великорос, Вольга, Бродник, Ушкуйник, Казак, Чига, Боевой клич Урар и других. Книга представляет интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Книга для ярких умов «Философия эндфизика континуума» или «Возвращение диалектического материализма в высшую физику» автор Карельский. В этой книге фактами и наблюдениями, логикой и расчетами доказано, что будущее за новым мировоззрением, которое формируется из понимания релятивизма и континуальной сущности бытия. Благодаря этой книге «Философия континуума» «Понимание монополя» станут доступны всем, кто интересуется естественными науками и философией. Светлана Николаевна Удалова побеседовала с автором книги и задала ему вот такие вопросы. Вас не смущает, что сейчас много придумывают разных невероятных теорий, но официальная наука воспринимает их только в штыки, а у вас тут и про законы Ньютона, и про теорию относительности, и даже о черных дырах написано. Автор отвечает. «Я замахнулся на самое святое, фундаментальные основы. Но в этом нет ничего плохого. Наука нуждается в постоянном обновлении и развитии. Я не разрушаю научные основы, а укрепляю их, не неспровергаю Эйнштейна и не придумываю ничего вульгарно. Просто делюсь новым знанием, в свете которого одни идеи великих ученых получают развитие, а другие пришлось отбраковывать». Счастлив тот, кому удалось разглядеть тот или иной закон в окружающем мире. О себе автор говорит так. «Я, кандидат наук, до последнего времени работал начальником отдела в солидной приборостроительной фирме, занимался лазерными и оптико-электронными системами, которые находят применение в авиации и космических исследованиях. Пошел на пенсию специально, чтобы довести свои исследования до конца и обнародовать результаты». О книге он говорит так. «Моя книга даст новый импульс, поможет молодым талантам соблюсти лучшие традиции российской науки, которые берут начало с времен Ломоносова, чтобы они не смотрели на Запад с подобострастием. А государство начало реально помогать нашей науке, а не дельцам и бюрократам, которые на этом только богатеют. Пора нарушить дурную традицию, когда достижения российских ученых доходят до нашего Отечества через Запад или даже используются России во вред». Вот такая удивительная книга. Книга «Раскраски» первая вышла в издательстве «Белый Альвы» под названием «Щедрый сундучок». Автор Анатолий Елахов. «Русский север» – кладезь ремесел, которые бережно сохраняются его мастерами. Это первая в данной серии книжка-раскраска с яркими образцами сундучных росписей. Книжка начинается с прекрасного рассказа известного Вологодского автора о ремеслах из «Сундучка-творца». Завершают книгу пословицы и поговорки о сундуке, а также напутствие, которое пригодится в жизни каждому. Вышла в свет книга Андрея Смирнова «Как выжить рядом с ведьмой». Быстрые переходы к счастью и обратно из серии «Знания бородатого Аму». Автор использует древний из предыдущих эпох термин «ведьма» и пытается нащупать, проанализировать, раскрыть, что же это за фрукта такой в новой эпохе «ведьма» и что, собственно, с ней делать. Книга многоплановая, может быть, интересна широкому кругу читателей и написана необычным языком, держит внимание и в натяжении, и перекидывает от веселой байки к серьезным вещам об устройстве мозга и даже вселенной. Я прочитаю вам некоторые названия глав. Где найти ведьму? В поисках вдохновения для соблазнения красавицы с ведьмовскими способностями. А зачем тебе, ведьма? Готов ли ты к этому? Страхи ведьмы? Виды ведьм? Как оставаться в здравом уме, живя с ведьмой? Как развивать свой мозг, живя с ведуньей? И не с ведуньей, кстати, тоже. Частица «не» и некоторые убеждения? Введение в правильное животворение? Ведьмины приключения? Если жизнь с ведьмой достала, а без ведьмы не мила, методики утилизации неудач. Ну и так далее. Думаю, что книга скучать не заставит. Напомню, что это книга Андрея Смирнова «Как выжить рядом с ведьмой». Николай Субботин. По ту сторону реальности. Серия за окоемом. Книга Николая Субботина простым и доходчивым языком рассказывает нам, насколько еще не изведан окружающий мир человека. И не нужно ехать на другой край света, достаточно буквально выйти за околицу своего города, снять розовые очки и позволить миру коснуться тебя. Книга «По ту сторону реальности» наглядно демонстрирует, насколько наше восприятие действительности ограничено и обременено внушенными нам стереотипами. Более того, можно смело утверждать, что это мы живем по ту сторону реальности. Будучи искусственно отрезанными от нее, мы даже не представляем, насколько она многогранна, фантастична и непредсказуема для нас. Вышла книга Андрея Тюняева «Власть во власти власти». Цивилизацию на Земле сформировала команда межгалактического транспорта, не так давно вынуждена высадившаяся на нашей планете. Не было никаких миллионов лет, не было никакой эволюции. Процессы терраформирования позволяют вылепить любую планету, сгенерировать любую историю и залить ее в умы всему населению планеты. Да и это само население, является ли оно живым? Книга будет интересна историкам, философам, космологам, биологам, политикам, руководителям государств, главам королевских и царских домов, начальникам лаборатории колонирования военным, представителям нечеловеческих цивилизаций на Земле и другим. Вот такая книга Андрея Тиняева «Власть во власти власти». Как пишет автор, эта книга не о том, что вы подумали, она о том, о чем вы и подумать не могли. Напоминаю, это были книги, вышедшие в мае-июне 2017 года в издательстве «Белые альвы». Более подробно вы сможете познакомиться со всей литературой этого издательства на сайте shopinflux.ru Сегодня я рассказала вам о новых книгах, которые увидели свет в издательствах «Митосознание», «Концептуал» и «Белые альвы» и непременно найдут своего читателя. Нестор Летописец говорил, если поищешь в книгах мудрости внимательно, то найдешь большую пользу для души своей. С вами была Баяна. Почаще заглядывайте в книжные лавки, черпайте мудрость и добро. Книга по-прежнему наш лучший друг, ведь чтение – это лучшее учение. «Книжная лавка» программа о новинках литературы. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве считал. «Книга по-другому你知道master» в этой книгеfer河 идет от «Этиритур säger838» Продолжение следует...